Всегда рассматривайте поступки с позицией возможного нежелаемого. Это что-то, что, например, либералы не делают, что-то, что либералы не объясняют своей аудиторией. Неважно, что вы хотите добиться принципиально, насколько вы можете этого добиться. Мотивы никого не интересуют. Если вы руководствуетесь только желаемым и игнорируете возможное, то вы очень быстро окажетесь в положении, где вы не просто не достигаете поставленных целей, а вредите поставленным целям. Когда вы берете на себя ответственность, про которую вы знаете, что вы не можете выполнить, вы способны навредить человеку. У вас человек просит помощи, и вы говорите, «Конечно, я тебе помогу!» Но про себя знаете, что вы помочь не можете. Вы не просто подвергаете человека, который к вам бросился за помощью, риску. Вы ставите его в гораздо более уязвимое положение, потому что он свое поведение начинает выстраивать, исходя из того, что вы ему поможете. И вот наступает момент, когда он нуждается в вашей помощи, вы ему помочь не можете вообще никак, и он оказывается в точке, в которой он в противном случае не оказался, он бы свое поведение скорректировал, он бы иначе себя вел, если бы он знал, что он не может на вас положиться. Как только вы поймете, что желаемое должно координироваться и сопоставляться с возможным, вы начнете адекватно оценивать публичных спикеров, например, к чему они вас призывают, могут ли они адекватно защитить ту точку зрения, которую они отстаивают, есть ли у них такая возможность, есть ли у них такой шанс. Если ответ нет, вы сразу можете делать вывод про говорящего, вас обманывают, либо перед вами дегенерат. Потому что третьего не дано. Либо вас обманывают, либо перед вами дегенерат. Теперь переносим это на политический концепт. Есть организация, РДК, например, которая говорит, сейчас мы количеством 2000 человек возьмем Москву, вступай, мальчик, к нам, будешь нашим королем. Сейчас мы, значит, силами 2000 человек пойдем единым фронтом, отбросим путинскую армию назад. Это способен говорить, либо человек очень глупый, либо человек, который является провокатором. То есть сознательно вас обманывают. Третьего не дано. Такой же паттерн прикладываем на ФБК. ФБК говорит, Путин стучит ножками. Путин боится, Путин ничего не сделает, боится возвращения Навального в Москву, боится мирных митингов. Ну вот вы смотрите на это, и, соответственно, должны делать вывод. Либо вас обманывают, либо перед вами идиоты. Какой вам вариант больше нравится, такой как бы и выбирайте. Потому что нет, Путин не стучит ножками. Потому что нету ничего страшного для Путина в том, что Алексей Навальный вернется в Москву. Потому что у Владимира Путина есть ресурс, ему лояльный, который позволяет Алексею Навальному печь в тюрьму на такой срок, на который Владимир Путин его печь в тюрьму хочет. Вы гораздо лучше это поймете с опытом, когда вы будете сталкиваться с такими ситуациями вновь и вновь, и вновь, и вновь. На этом паттерне основано процентов 60 моей критики всех публичных заявлений, всех политиков. Моя критика коммунизма, например, она построена на том же самом. У вас есть желаемое. Вы хотите построить бесклассовое общество, общество равенства, где справедливо распространются ресурсы. Замечательно. Вот ваша желаемая цель. А теперь смотрим на возможное. Какие инструменты вы предлагаете для того, чтобы к этой цели дойти? Ага, вы предлагаете инструменты создания правящего класса номенклатуры, который будет распределять средства с помощью государственного репрессивного аппарата, но почему-то в пользу всех окружающих, а не себя. С чего вы делаете этот вывод? А, вы его делаете непонятно из-за чего. Ну, в таком случае снова. Опа, и вас обманывают. Это значит, либо вы говорите с людьми глупыми, либо вы говорите с людьми злонамеренными, которые просто хотят оказаться в положении тех, кто перераспределением средств занимается. Такой паттерн мышления, да, у меня есть. Нужно смотреть не на желаемое, не то, какие цели декларирует этот или иной человек, а то, какие инструменты достижения этих целей человек предлагает. И это очень поможет вам разбираться в политике. Это не единственное, что нужно понимать, но это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!